Подавать ли человеку налоговую декларацию за год ушедший? На этот конкретный вопрос есть обстоятельный ответ. Существует два критерия – налоговое резидентство в Республике Беларусь и получение доходов из-за границы. Если вы соответствуете этим условиям, подача декларации становится обязательной. А дальше все просто. Главное – расчет произвести не позднее 1 апреля 2024 года. Налоговую декларацию расчет по подоходному налогу с физических лиц за 2023 год обязаны представлять физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Республики Беларусь, получившие в том числе доходы от источников за пределами Республики Беларусь, от продажи доли в уставном фонде физическому лицу, от продажи более одного легкового автомобиля или иного механического транспортного средства в течение календарного года, от продажи одного механического транспортного средства, общая масса которого превышает 3500 кг и или число сидячих мест которого превышает 8. От продажи в течение пяти календарных лет более одного незавершенного строительством капитального строения, здания, сооружения, одного жилого дома, квартиры, семейного участка, гаража, машиноместа, дачи, садового домика, принадлежащих физическим лицам на праве собственности. К доходам, по которым вы сами должны отчитаться перед налоговыми органами, также относятся подарки от физических лиц в денежной или натуральной форме, совокупный размер которых по итогу года превысил сумму в размере 9338 белорусских рублей. И еще. Доходы, полученные в виде страховых взносов, возвращенных при расторжении договоров, добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, в отношении которых ранее уже был получен социальный налоговый вычет. Помните, доходы, которые вы получаете как ИП, или самозанятые, либо заработная плата, или дивиденды, выплачиваются белорусскими компаниями, они вне поля обязанности декларации дохода как физического лица. Налоговая декларация по подоходному налогу с физических лиц за 2023 год должна быть представлена не позднее 1 апреля 2024 года. Налог по данной декларации должен быть уплачен не позднее 3 июня 2024 года. Самым простым способом подачи декларации, не выходя из дома, является подача декларации через личный кабинет плательщика. Получить доступ к личному кабинету плательщика вы можете удаленно на сайте Министерства по налогам и сборам, либо придя в налоговый орган, независимо от места постановки на учет и места жительства, с документом, удостоверяющим личность. Кроме того, декларация может быть представлена на бумажном носителе, лично в налоговый орган, независимо от места постановки на учет и места жительства, либо через уполномоченное доверенностью лицо, либо путем почтовой связи. За неуплату или неполную уплату подоходного налога грозят немалые штрафные санкции. Кроме того, на сумму неисполненного в срок налогового обязательства начисляется пение за каждый календарный день просрочки.